Радио «Звезда» Река Донец. Массивная, построенная покоем еще в Аркчеевские времена для штаба военных поселений, здание Чугуевского училища крепостью возвышалось над тихим заштатным городком, речкой Донцом и обильными яблоневыми садами. В вечно гарнизонном Чугуеве, расположенном в десяти верстах от Харькова, кроме знаменитого юнкерского училища, стоял ингерманландский гусарский полк и две конные батареи, входящие в состав 10-й кавалерийской дивизии. Все достопримечательности пыльного городка составляли три мощенные улицы, каменный Покровский собор, манеж, гостиный двор в несколько арок, двухэтажное офицерское собрание и царский путевой дворец, построенный специально для императора Александра I, любившего приезжать в Чугуев на смотры войск. Крышу училища венчала башенка со старинными часами и звоном. В 12 часов пополудни в них открывалась дверь с одной стороны и выходили фигуры, изображавшие Керасира, Гусара, Улана, Драгуна и других родов войск солдат, маршировавших и уходивших в другую дверь. Однако об этом представлении чугуевцы слышали только от старожилов. С замиранием жизни ракчеевского поселения заглохли и часы. На памяти юнкеров последних выпусков неизменно показывали половину первого. Григорий Трофимович Магдебург поселился в трехоконном белом домике, в котором, впрочем, бывал редко. Тактика и фортификация, теория стрельбы, изучение уставов, практика пулеметного дела, инструментальный и глазомерный съемок, строевые занятия, экзамены. Так проходила подготовка будущих офицеров, пока революционные силы не стали разлагать русскую армию, вспоминал капитан Борис Сырцов, курсовой командир училища, попавший в чугуев тем же порядком, что и Магдебург. Приказом номер один от 1 марта 1917 года Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов ломает структуру армии. Солдаты выводятся из подчинения офицерам, оружие передается в распоряжение солдатских комитетов. Цитирую, «Вставание во фронт и обязательное отдание чести отменяются». Конец цитаты. Армия фактически превращена в ополчение. 10 марта 1917 года Временное правительство законодательно упраздняет политическую и криминальную полицию. Городскую милицию наполняют студентами, присяжными поверенными, социалистами. Две железные скобы, которые по существу скрепляют общественный порядок, сняты, и остановить катастрофу некому. На грунтовом плацу перед Чугуевским училищем, на перевернутый ящик, взгромоздился студент в линялой тужурке учительского института. Тряся зажатый в кулачок фуражкой с отрезанной кокардой, он кричал, надсаживаясь, кашляя и хватаясь поминутно за впалую грудь. «Вся власть советом!» Сгрудившиеся вокруг него чугуевские обыватели, рябая тетка в калошах на босу ногу, фабричные, круглые, веснушчатые гимназистки, солдат в длинной шинели с разрезом позади, безучастно лузгали семечки и плевали на сухую траву. Из дверей училища, придерживая на ходу шашку, выскочил фельдфебель. Он бежал, слегка припадая на левую ногу, и кричал еще издали срывающимся от натуги голосом. «Кто на плац допустил? Марш! Все живо отсюда! Дежурный!» Заметив внимание к своей персоне, худосочный агитатор широко откинул правую руку с драной фуражкой и воззвал к бегущему через поле разъяренному фельдфебелю. «Товарищ, брось буржуазные оковы! Долой войну! Углубляй революцию!» «Я тебе сейчас углублю!» — завопил фельдфебель, багровее до самой шеи. «Мать родную не узнаешь!» Обыватели, довольные бесплатным развлечением, отступили, однако, ближе к дороге. На крыльце училища появились юнкера в наброшенных шинелях и дежурный офицер. Студент, продолжая выкрикивать лозунги, ретировался в сторону железнодорожной станции. «Что за шум, Геннадий Борисович?» «Да, пять агитаторы, ваше благородие! Коженный день повадились! То какие-то дошнаки, то анархисты, то металлисты, дьявол их разбери!» «Третьего дня, не поверите, Григорий Трофимович, баба агитировать притащилась! Я, мол, от союза домашних работниц! Подолго, говорю, подбери, дура, да дуй отсюда!» Маскаленко перевел дух и проворчал. «У них революция, у нас фортификация!» «Ты, брат, все-таки поаккуратнее с мирным населением, — заметил полковник. «Как же оно, ваше благородие, мирное, же давнядно!» — проворчал унтер-офицер. «Повылезали изо всех углов. Кому теперь разгонять? Ни городового, ни квартального. Милиция у них теперь студентишки. Повязки нацепили и ходят, как на танцы. Шашки у городовых отобрали, да они не знают, за какой конец ее взять-то шашку!» Фельдфебель поморщился и растер тыльной стороной ладони спину. Осталась у него такая привычка после привала в Карпатских горах, где им с полковником случалось ночевать на промерзшей земле, завернувшись в шинели. Помявшись, Маскаленко отвел глаза и спросил неровным, неуверенным голосом. «Григорий Трофимович, вчера с Харькова солдаты приезжали. Правда, говорят, что теперь офицерам честь отдавать не требуется!» Полковник поднял подбородок, повернулся в сторону училища и внимательно посмотрел, изучающе долго, как будто искал ответ в окнах старой Аракчейской крепости. «Не хотят отдавать честь русским офицерам, будут отдавать немецким!» Не помолодел Григорий к сорока пяти годам. Высокими залысинами поднялся лоб, похудел, напрягся, стал жесток и неразговорчив. Всякий, кто смотрел в его и всегда-то глубоко посаженные, а теперь и вовсе в валившиеся светлые глаза, понимал, что если скажет что-нибудь полковник, скупо разжав рот, укрытый широкими казацкими усами, то иначе быть не только не может, но и не должно. Кабинет генерала Враскова чист и лаконичен. Под обширной картой Российской империи, на дубовом столе, на безукоризненном зеленом сукне, растянутом между рядами бронзовых заклепок, под стеклянным куполом лампы, аккуратно, как на плацу, стоял малахитовый чернильный прибор с витиеватой надписью. Генерал-майору от сослуживцев, подаренный при отбытии из Владивостока. На книжных полках по Цветым Георгием в резном ореховом окладе газеты «Новое время», «Русский инвалид», журналы, «Разведчик» и «Нива», книги, учебники, уставы, расставленные по ранжиру с немецкой педантичностью. С этой же педантичностью вел в Расский и училищное хозяйство. В 1914 году, будучи только назначен командовать одним из старейших военных заведений, незамедлительно же взял на заметку все военные здания, казармы в городе и быстро наполнил их юнкерами, вчетверо увеличив набор. Понял сразу, раньше многих, что военная необходимость потребует большего и скорейшего обучения молодых офицеров. В немецких кровей был генерал, предки его переселились на юг Украины при матушке Екатерине. Потомственный военный, в Расский с малых чинов служил на Дальнем Востоке, воевал в Японскую. При начале военных действий с Германией поддался общепатриотическому настрою и подал прошение о перемене своей родовой фамилии Фенстер на старинное русское имя матери, графини Враской. Григорий Магдебург, вместе с другими фронтовиками, направленные из театра военных действий под начало Враского, кроме общих немецких корней и фронтовой горечи, разделял с генералом его взгляды, взвешенный дипломатический подход, его тревогу за будущность армии и страны. Поддержал он генерала, когда тот предложил переименовать вверенное ему заведение в военное ордено Святого Георгия Победоносца училища и сформировать георгиевские полки. Поддержал, когда Иеремия Яковлевич перевел чугуевцев в подчинение Украинской Народной Республике, в которой генерал и старшие офицеры видели зачатки хоть какой-то государственности. Будет поддерживать и воевать рядом с ним и дальше, до последнего дня своей службы. Враский стоял у раскрытого окна, заложив руки за спину и слегка ссутулив могучие плечи, туго обтянутые тонким генеральским сукном. Был генерал лыс, бородой, окладист, тяжелые, чуть кавказские, потому трагические глаза, статин с породной потомственной армейской выучкой. И Иеремия Яковлевич наблюдал, как на плацу бравый бронзовый от загара фельдфебель зычно командовал «Левое плечо вперед, шагом, марш!» Роты двигались по плацу, развернутым строем. Самый большой выпуск в этом году — 1600 человек. Еще четыре месяца назад беспорядочная толпа вчерашних гимназистов, студентов, семинаристов, поступивших на ускоренные курсы. А сегодня под командой командира перед окном начальника проходила последняя боеспособная часть, распадающаяся на всем юге армии. «Иеремия Яковлевич!» — позвал, просунув голову в дверь, адъютант училища, штабс-капитан Любарский. «Из штаба округа!» — звонят. Генерал принял трубку и процедил. «Здравия желаю». Связь, на удивление, работала бесперебойно, и голос командующего военным округом, который захлебывался, заикался и путался в словах, был слышен так, как будто тот орал, сидя на соседнем стуле. В Бахмуте запасной пехотный полк взбунтовался. Третий день бесчинствует. Винный завод разгромили. Посылали учебные команды. Два отряда Красной гвардии. Все спились. Поезда, проходящие, останавливаются. От пассажира до машиниста все пьяные, ради бога! Выручайте, Еремей Яковлевич! По всей губернии магазины громят, кондитерские аптеки. Только на вас надежда! Враски слушал, отведя орущую трубку подальше от уха брезгливо. Неотрывно смотрел, как шагают по плацу ровные шеренги пыльно-коричневых гимнастерок. Положив трубку, постоял с минуту, размышляя, и, не поворачиваясь, по-прежнему, стоя спиной к Любарскому, коротко произнес. Полковника Магдебурга ко мне. Охваченные революционным пылом солдаты выносили со склада десятилитровые бутыли водки, так называемых гусей, и тут же их распивали. Вслед за военными к заводу потянулись обыватели. Весть о даровом алкоголе облетела окрестности быстрее телеграфа. Город представлял собой жуткую картину разгула. Первый батальон полковника Магдебурга отправился поездом в Екатеринославскую губернию с приказом военного министра разоружить запасный полк, в котором насчитывалось около пяти тысяч солдат, и в случае неповиновения открыть огонь. Имея многократное превосходство в силе, бунтовщики оружие сдавать не пожелали. Юнкера взяли под охрану винный завод, казармы запасного полка, городскую администрацию. Капитан Сырцов вспоминает. Еще чуть-чуть, и братья по оружию могли броситься друг на друга. Крепко держа под контролем город, генерал Враский, прибывший следом за батальоном, убедил комитет запасного полка, вернее тех из них, кто еще был в состоянии связать два слова, подчиниться приказу и сдать оружие. Начальником гарнизона города Бахмута был назначен полковник Магдебурга. Через две недели Временное правительство вернуло оружие протрезвевшим бунтовщикам, а большевикам стало ясно, что Чугуевский «отчак» контрреволюции является реальной угрозой. Осенью 1917 года на юге бушует гуманитарная катастрофа. Забастовки. Остановка железнодорожного транспорта. Войска нестроенным потоком возвращаются с фронта, города забиты людьми, которым нечем заняться. Оружие не сдают. Бродят по загаженным площадям, слушают многочисленных агитаторов, конкурирующих, враждующих друг с другом партией, ненавидящих всех, кто пытается сохранить порядок и общий ход жизни. Беспорядки в Украине, Новороссии, на Северном Кавказе приобретают особенный характер. Повальное пьянство. Толпа захватывает винные склады в Луганске, в Харькове, крушат еврейские магазины. В Херсонской губернии в пьяных бунтах участвуют милиция и казаки. В Феодосии разъяренные толпы врываются в дома в поисках укрытого продовольствия. Вялотекущая пьянка перерастает в пьяный солдатский бунт. Марина Цветаева пишет в письме Сергею Эфрону из Феодосии. Город насквозь пропах. Все дни выпускают вино. Радиозвезда Мы читаем главы из книги Елены Зелинской «На реках Вавилонских». Река Нева За спиной гудел Николаевский вокзал. 26 октября 1917 года гардемарин Евгений Долинский прибыл в Петроград, протолкался сквозь толпу и вышел на Невский. Знакомый, непохожий на сухие сибирские вьюги, влажный, солоноватый балтийский ветер, мёл по безлюдному проспекту, трепал полосатые парусиные тенты над закрытыми магазинами, надувал парусом привязанный к балконной решётке плакат, на котором можно было прочесть только одно слово. «Долой!» Евгений с тщательной морской аккуратностью одёрнул помятый бушлат и ребром ладони проверил, ровно ли легла кокарда. Блестят ягарьки на погонах, золотые буковки на ленточках, в треугольнике ворота рябят полоски тельняшки. Кортик, маленький кожаный рундучок — предмет особой гордости гардемарина. Походка чуть в развалочку, привычка ещё не сложилась, но уже не терпится идти как морскому волку, покачиваясь, словно на палубе. Юношеская угловатость, узкие плечи, тонкое сухощавое лицо. Порода. В переулках жмутся редкие прохожие гулко-топача, пробегают и исчезают во дворах-колодцах солдаты. У мойки проспект пересёк казачий разъезд. На тротуаре валяются ручные ящики из-под патронов, брошенные пулемётные щиты блестят, покрытые утренней изморосью. На боку, сваленной тумбой, бьётся обрывок газеты. Распахнутые зияют ворота зимнего, словно вынесенные девятым валом обломки кораблекрушения, разбросаны перед ним пустые бутылки. Матросы, безобразно раскинувшие руки, то ли мёртвые, то ли пьяные, деревянные брусья, как сломанные мачты, юнкерские фуражки, гильзы. Мелькают странные, но виданные прежде у дворца лица, наглые, развязные, вороватые. Суетятся, волокут канделябры, вырванные из рам картины, козетку с изогнутыми ножками и в серых габардиновых розах. Нева поднялась, серая волна бьётся выше ординара у самых ступенек, спускающихся с парапета к воде. Заливает щербатый гранит. Мутная, с желтоватыми подтёками пена, выкидывает и снова уносит банки, окурки, мокрую шапку, клочки афиш, опутанные тиной красные банты. Разрушайте. Разрушайте до основания. 27 октября вечерние газеты вышли без раздела по телеграфу, чему дано было разъяснение на первых полосах. Петроградское телеграфное агентство уйдомляет, что, будучи занято комиссаром военно-революционного комитета, оно лишено возможности передавать сведения о происходящих событиях. Были видно в Тотомском уезде Вологодской губернии свои источники информации, помимо занятого под революционные нужды телеграфа. Уже 28 октября крестьянин Замараев демонстрирует полную осведомлённость. В Петрограде было выступление большевиков. Керенский идёт на усмирение разных советов. Чья возьмёт неизвестно. Жалко России, вся истерзана, разорена, кругом смута и анархия. 12 ноября. В Петрограде говорят неспокойно. Большевики сгубили всё дело. Везде бунты и голод. Денщик толкнул плечом дверь и, ловко балансируя подносом с подстаканниками, вошёл в зал. Офицеры сидели, сдвинув кресло к столу, за которым начальник училища хмуро перебирал бумаги. Генерал Зыбин, седой, тяжёлый, с широкой полгруди, закрывающей бородой, задумчиво стучал по краю пепельницы вишнёвой трубкой, выбивая табак, который уже давно лежал, коричнево-сизой горкой на сером мраморе. Сырцов ходил по залу, поминутно выглядывая в окно. Опираясь на спинку кресла, склонялся, взволнованный, и горячо шептал что-то Шмидту. «Расставляй», — скомандовал Магдебург, расположившийся по фронтовой привычке лицом ко входу, и принял в ладонь горячее, обжигающее серебро. «Капитан», — приказал Вразки, повернувшись к Любарскому, — «доложите собранию последние телефонограммы». Вчера, 29 октября, в Москве полковник Рябцев захватил Кремль. Юнкера разоружили большевистских солдат и удерживают практически весь центр города. Укрепились в Александровском, Алексеевском военных училищах, штабе Московского военного округа, в Лефортове, в здании лицея и продовольственных складах на углу Крымской площади Остоженки, в пятой школе прапорщиков в Смоленском переулке и в шестой школе прапорщиков в Крутицких казармах. Большевики отрезаны от всех районов города. Любарский прервался, прокашлялся, словно ища новый голос, убедительный и злой. К Москве подтягиваются красногвардейские части. Железнодорожный военно-революционный комитет организовал охрану железных дорог Московского узла. Пропускают только те поезда, которые везут подкрепление бунтовщикам. Вокруг Кремля идут ожесточенные бои. — Если немедленно погрузимся, к утру будем в Москве. Генерал, это исторический шанс. Мы должны переломить шею большевистской гадине. Сырцов срезал воздух ладонью прямо перед носом начальника. — Капитан, извольте присесть. Я не меньше вашего понимаю, что без нашей поддержки московские юнкера захлебнутся в крови. Отодвигаясь, сказал Врасткий. — Тарас Михайлович, — обратился он к капитану Протазанову. — Какова обстановка в Харькове? — Беспорядки. Самое дурное, что железнодорожные рабочие поддержали большевистский путь в Петрограде. Полагаю, главная трудность возникнет с отправкой эшелонов из Харькова. — Как настроение в училище? — Жалеют, что танцкласс отменили, — усмехнулся капитан Шмидт, кивнув в сторону Любарского, который вел уроки танцев и традиционно назначался распорядителем знаменитых георгиевских балов. Любарский страдальчески изогнул бровь. — А ты, Григорий Трофимович, что скажешь? — обратился Иеремий Яковлевич к полковнику, который, пристроив на колени блокнот, что-то писал, подчеркивал остро отточенным карандашом. — Специальный поезд надо требовать. В арсенале у нас полторы тысячи винтовок, шесть ящиков гранат, четыре станковых пулемета. Врасткий пожевал губами что-то, считая про себя, опершись руками на стол, грузно поднялся и скомандовал. — Адъютант! Юнкеров, сборный зал, на митинг. Желтый походный саквояж вмещал немного — бритвенный прибор, кое-какой запас белья, полевой бинокль в чехле, пару книг, документы и шершавый почтовый пакет с фотографиями. Дети играют в сорсо, Женечка в свадебной фате с круглыми изумленными глазами. В парадном мундире выпрямился на столе, уперев руки в колени отец, за его несогнутой мощной спиной шестеро сыновей. Золотые палеты, витые шнуры аксельбантов, саперные серебряные галуны, зеленые юнкерские погоны. Александра, белый молочный силуэт в широкой шелковой шляпе, кофейная коляска у низкого крыльца. Не было на самом деле платья белым. Многоцветие мелькало и кружилось перед глазами, когда он вспоминал, как первый раз привез семью в Нежинское гнездо. Неяркое, чуть насмешливое, нежное лицо жены, надменная посадка головы, отягощенный узлом каштановых волос, пятнистые тени под яблонями, невесомая рука в длинной перчатке с неровными жемчужными пуговками на его локте и сладостный запах вербены. Два часа спустя Магдебург и Вразский в походных шинелях поднялись на смотровую площадку училища. Облокотившись на балюстраду, они смотрели на высокий обрыв донца, гостинные ряды на Никитской, кишащая торговым людям, царский сад с походными палатками, паперть Покровского собора с облепившими ее инвалидами и попрошайками. Перед входом в училище основали юнкера, ловко и с норовисто ухватывая подовые ящики с патронами, закидывали оружие в подводу. «Посмотрите, генерал, на наших молодцов!» — Григорий показал биноклем на белые платки, продетые под красные юнкерские погоны. «Что это обозначает?» — удивился Вразский. Псковские кадеты обычай новые ввели. Так они демонстрируют преданность монархии. Два батальона всю ночь простояли на перроне с винтовками-забличами и патронами в подсумках, готовые к бою. Харьковский совет отправил рабочие отряды разобрать железнодорожные рельсы, ведущие к Чугую. Специальный поезд не прибыл. Вместо него появились парламентеры. В переговоры вступил командующий войсками Харьковского района, которому формально подчинялось училище. Дискуссия между представителем уже несуществующего временного правительства и харьковскими большевиками быстро переросла в сговор. Офицеры яростно требовали немедленно выступить походом на Харьков, захватить вокзал и вместе с бронеавтомобильными частями Харьковского гарнизона идти на Москву. Уже потом, много лет спустя, в эмиграции в Белграде, Париже и Буэнос-Айресе, они будут перебирать каждый час этого дня и ужасаться. Как военная привычка к подчинению не позволила им арестовать предателя, сознательно тянувшего время и бежавшего к красногвардейцам, как только стало известно о поражении московских юнкеров. Мы читали главы из книги Елены Зелинской «На реках Вавилонских». Ваши любимые книги. Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров А.Семкин